На месте. Коллеги, рада всех приветствовать. Вижу, что как бы вы уже здесь, уже все говорят друг другу «добрый день», и вас тоже рада приветствовать. Пожалуйста, если меня хорошо видно и слышно, я прошу поставить плюсик в чат. Если все нормально, видно и слышно, то, соответственно, прошу отреагировать о том, что, собственно, вы есть. Ну вот, плюсики уже пошли, очень хорошо, значит, как бы меня, видимо, видно и слышно. Замечательно, отлично, отлично. Ну что ж, коллеги, в такое наше непростое тяжелое время, пандемийное, так можно сказать, самое популярное времяпровождение у консультантов – это проводить вебинары. Ну, собственно, как бы в связи с этим в том числе, да, тема очень актуальная у нас сегодня – возможности вообще роста продаж при снижении затрат. То есть я прошу вас как бы подумать и воспринимать, что ли, да, как бы отнестись к этой теме так, что, безусловно, у большинства компаний сейчас очень нехорошо с продажами, и у многих продажи падают, да, но мы, во-первых, можем восстановить продажи, как бы разработать там программу мероприятий по восстановлению продаж. И, как правило, на самом деле восстановление продаж будет означать для каких-то клиентов, с которыми вы будете, как бы, ну, отрабатывать, предположим, так, как я предложу вам сегодня, более, ну, как бы, в соответствии с кризисом. Вот, и для них это возможен действительно рост продаж, восстановление, как бы, до кризисного уровня, до предыдущих, как бы, значений. Вот, ну, и, соответственно, снижение затрат мы внимательно посмотрим сегодня с вами, с вами это вторая наша часть, это прибыльность клиента, ключевые моменты, которые связаны с затратами в текущих ситуациях, ну, и посмотрим, как бы, как они рассчитываются, как управляются. Вот, поэтому предлагаю начинать, значит, все вроде бы слышно, видно. Первый слайд – это несколько слов о нас. В компании Unit Consulting мы работаем с 2003 года, и за это время выполнили вот уже более 90, насколько я помню, там, 92 консультационных проекта. Это проект именно по организации системы продаж, то есть мы можем построить внутреннюю структуру, предложить систему мотивации оптимальную, разработать стратегию, там, технологии продаж, помогаем выстраивать связь с каналами, с контрагентами, там, с сетями, с дистрибьюторами, там, у кого-то франчайзи и так дальше, да, то есть разнообразие этих каналов у нас достаточно большое. В последнее время маркетплейсы, последние два месяца активно. Если кто-то еще не подключился, то, да, как бы такой огромно растущий, быстро очень растущий канал, вот, и так дальше. Написано за это время три книги, и, собственно, вот последняя книга как раз издана в очень уважаемом мною партнере, с помощью которого сейчас проходит этот вебинар компании Retail, и книга по мониторингу и контролю продаж, поэтому я буду делать к ней отсылки, собственно, какую-то часть информации вы сможете более подробно оттуда подчеркнуть, собственно, из этой книги. Также книга есть по дистрибуции и книга по управлению филиалами. Наша кредо как консультантов – это экономическая результативность, то есть для клиентов обычно это означает то, что те рекомендации, которые мы делаем, если они их внедряют, то, как правило, они позволяют компаниям нарастить, во-первых, продажи, и, во-вторых, те затраты, которые они несут на оплату нашу, как внешних экспертов, составляют не более полутора процентов, а чаще всего даже меньше от приростов годовых, которые имеет компания. Но это вот все, это как бы кратко про нас основные моменты. Переходим к теме. Хочу начать с небольшого исследования. Мы проводили его, ну, просто как бы обзванивали наших клиентов, опрашивали в конце апреля, в начале мая о том, как дела. Ну, на самом деле, конечно, очень многие наши клиенты – это клиенты FMCG рынка, и среди них какая-то там значительная часть – это продукты питания. Поэтому, как видите, вот тут красным написано, что у большинства клиентов, на самом деле, здесь не так много, 68%. Это выборка, вот я еще раз повторяю, так как много продуктовых компаний, так получилось, вот, они отметили снижение продаж. То есть, на самом деле, если смотреть, например, на только непродуктовую сферу, тоже, например, даже FMCG, но не продукты питания, то там процент тех, кто отметил снижение продаж, будет однозначно как бы больше. Последние данные, инфолайн, видите, они говорят о том, что в апреле у нас оборот розничной торговли на 30-40% снизился, то есть, ну, как бы все отмечают вот это снижение. Поэтому, еще раз, да, мы с вами будем говорить о том, во-первых, как с помощью каких фокусных стратегий, специальных клиентских стратегий мы с вами можем все-таки восстанавливать продажи по части клиентов. Вот, и второе, мы сможем подумать про маржинальность. Дело в том, что, конечно, значительных объемов, значительных объемов дополнительных при снижении спроса, при уменьшении покупательской способности, как бы, ожидать не приходится, да, но все-таки поработать с маржинальностью шансы всегда есть у нас, иметь причем положительный результат от этой работы. Вот, собственно, об этом у нас там с вами и будет разговор. Кстати говоря, вот по поводу маржинальности, даже те наши клиенты, вот, например, продукты питания, молочные компании, компании, которые занимаются хлебом и кондитеркой, кто-то еще мне говорил, что у них вообще объемы не упали, объемы как бы остались там те же самые, что, например, там, не знаю, мартовские, февральские, даже там предновогодние, может быть, да, но при этом у многих изменилась структура ассортимента, и в первую очередь как бы она в сторону более дешевого ассортимента, то есть клиенты, покупатели, они приобретают тебе более дешевую продукцию, она чаще всего бывает более низкомаржинальной. Вот, поэтому даже если объемы и не упали, то все равно компании, собственно, пострадали, да, все равно было снижение, ну, общей маржинальности. Итак, значит, первый наш блок – это все-таки какие у нас есть клиентские стратегии, которые позволяют нам нарастить объемы, восстановить их, возможно, до уровня, там, более раннего уровня. Вот перед вами, собственно, как бы четыре клиентские стратегии, на которые хочу обратить ваше внимание. Они, ну, так скажем, они как бы были нами опробованы, выявлены, да, и дальше мы с ними прорабатывали. Во-первых, у компаний, у которых в целом была не очень хорошая ситуация, скажем, например, на рынке в целом неплохо, но у компаний там по той или иной причине идет некоторое там снижение продаж. Вот, собственно, как бы в таком варианте. Дальше те самые кризисы, которые мы с вами уже прошли, мы, например, прошли и восьмой год, и четырнадцатый год, когда тоже была не очень хорошая ситуация на рынке, и у многих была просадка. Вот, тогда также эти стратегии работали, поэтому я вам их, ну, рекомендую как бы поподробнее посмотреть. То есть, по сути, у нас с вами два актива, которыми мы активно можем пользоваться для того, чтобы восстанавливать продажу. У нас есть актив «Наши клиенты», у нас есть актив «Наш ассортимент». Собственно, вот эта вот матрица «Клиенты-ассортимент» – это и есть, ну, разные комбинации, вот эти матрицы, они дают разные комбинации вот этих клиентских стратегий. Первая – самая массовая, как бы самая беспроигрышная, проигрышная, практически работающая там на разных рынках. Это продажи там какого-то хитового обычно ассортимента, хитов, там либо, как я говорю, там группа А, либо группа АА ассортимента, то есть, ну, самая наша продаваемая, самая оборачиваемая, востребованная наша продукция, с одной стороны, и с другой стороны самые наши лучшие клиенты. Лучшие клиенты – это те, кто являются стабильными и те, кто являются лояльными клиентами. Первый вариант, сейчас как бы мы каждый из них подробнее посмотрим. Второй вариант, да, и первый вариант, он требует меньше всего затрат ваших временных усилий менеджеров, он как бы все-таки легче всего, дает вам в достаточно такой близкой перспективе определенные объемы продаж. Второй вариант – это также работа с нашими стабильными клиентами, но уже более тщательная, доскональная, требующая большего объема анализа для анализа, для того, чтобы предложить каждому из ваших, интересно, как бы качественных ваших клиентов, дополнительный ассортимент, то есть тот уже, который как бы есть у вас, уже в вашей товарной матрице. Но, собственно, пока клиент его еще не берет. Здесь получается, что нужно проанализировать и то конкурентное окружение, которое есть в этом клиенте, то, что поставляет этому клиенту, какими поставщиками более сильными, либо, возможно, менее, более слабыми, закрыты те или иные потребности клиента. И, соответственно, анализа здесь больше, но также есть значительные объемы, которые мы в этом случае можем дополнительно приобрести. Следующий блок – это предложение клиентской стратегии, это предложение нового клиента, нового ассортимента нашим также стабильным и лояльным клиентам. Причем нового здесь имеется в виду как бы вот принципиально новый, даже вплоть до новинок. Ну, в том случае, если мы уже дополнительные проработали, то есть мы проработали ключевой ассортимент наш, самый ходовой группа, проработали дополнительные, все же это… и есть еще что-то, что может покупать клиент, у нас просто его вот пока нет. То есть мы говорим тогда про новинки. То есть это как бы по степени убывания потенциального объема, который мы видели на практике, а не отранжированные. И, собственно, последний уже блок – это предложение нашим новым клиентам, поиск новых клиентов, и, собственно, предложение им в первую очередь, опять же, вот эту группу АА, нашу хитовую группу. Вот даже покажу. То есть вот последний пункт – это клиенты у нас новые, а, собственно, позиции, которые мы предлагаем, они уже опробированы, они известны рынку, они уже себя прекрасно зарекомендовали. Вот такой как бы тоже вариант. Ну и, собственно, вот на примерах я хотела бы показать из разных компаний, разных наших проектов, как это выглядело. Ну, прежде чем позитивные примеры, вот я начинаю с такого не очень хорошего примера, негативного, этой стратегии нет, и она, собственно, как бы является проигрышной, как правило, когда вы предлагаете какие-либо новые продукты для ваших, для совершенно неизвестных вам клиентов. Вот. Ну, здесь, например, компания, которая, производители автокомпонентов, в какой-то момент они решили, что, ну, вот их рынок как-то истощился, там высокая конкуренция и так дальше, и, соответственно, есть возможность, есть очень перспективный сегмент клиентов IT, нужно там сделать модификации, предусмотреть там новые товарные там направления, ведь они 40 новинок, 40 вообще как принципиально другого, других позиций произвели, расширили штат, все по уму на самом деле сделали, да, то есть клиентская база другая, нужно других, другую структуру, других торговых представителей наняли. Вот. И вот, например, результаты, которые они получили за полгода работы. Доход был меньше миллиона, вот продаж. Соответственно, прямые затраты, просто вот прямые на выплату заработной платы, там, каких-то компенсаций, прямых торговым представителям в районе 4,5 миллионов. Вот. Дальше зарплата, там, как всегда, была фиксированная часть, и бонусная переменная часть. Переменную часть практически мало кто получил. Единичные случаи практически были, да. Люди были, вот, недовольны. Видите, одна треть торговых представителей в течение, там, после 4 месяцев, как правило, там, когда цикл продаж, несколько циклов продаж прошло, и они поняли, что, ну, как бы, не получается здесь продажи, они уволились, да еще, собственно, часть менеджеров из торговой структуры тоже увели. Поэтому вот вариант, это всегда очень сложный вариант, на самом деле, начинать с пустого листа, то есть, когда вы выходите на какой-то другой, там, рынок, у вас и клиенты новые, и ассортимент, с которым вы, как бы, никогда не работали. Это самая трудоемкая ситуация, и, ну, ее нужно делать, на самом деле, на растущем рынке легче всего, и с хорошей, там, например, какой-то поддержкой, промо-поддержкой. Вот. Поэтому, как бы, вот эту стратегию мы не рассматриваем, да, именно потому, что она является проигрышной. Итак, вот примеры. Мы говорили о том, что у нас совершенно и замечательные, и стабильные клиенты. Вот. Вот в одном из выполненных проектов, это FMCG рынок, значит, распределение клиентов. Оно достаточно такое нетипичное, это принято в нашей компании, наша классификация. Как правило, клиентов делят на новых, там, текущих уже клиентов и потерянных. То есть обычно бывает по покупательскому поведению, там, три основных каких-то классификатора таких, да. Мы их немножко расширили для того, чтобы, ну, более точно воздействовать на каждую конкретную клиентскую группу. Вот. Эта группа клиентов стабильных, она составляет у нас в виде 33%, то есть всего треть клиентов, те, кто делает регулярные закупки. Стабильный клиент. То есть, ну, вот, предположим, у нас, не знаю, там, цикл продаж, предположим, ну, будем там, чтобы сильно не напрягаться, предположим, раз в месяц клиент делает закупку. То есть если он делает раз в месяц закупку, мы, соответственно, считаем, что он не пропускает цикл продаж один месяц, и как бы он у нас является стабильным клиентом. Вот. Если посмотреть, ну, как правило, когда смотришь, мы обычно смотрим как консультанту выгрузку из 1С системы, там, либо из другой учетной системы, с данными по продажам. И, ну, таких клиентов, ну, на самом деле, как бы не так уже много. То есть в течение года мы даже часто соглашаемся считать стабильными тех клиентов, которые хотя бы один раз, например, этот месяц пропустил, да, все-таки. Хотя вот, ну, по правилам, конечно, первое, что должно было быть сделано, это настройка, там, определенная системы вашей с сообщением о том, что вот в течение, там, например, когда 2-3 месяца прошло, что от клиента нет закупки, появляется напоминание менеджеру, да, он, соответственно, какие-то действия осуществляет в отношении клиента. Это вот регулярная закупка, ежемесячная все-таки у нас там происходит. Вот. Но по факту даже стабильные клиенты, вот как по нашей практике, там, они иногда бывают не на все 100%, там, 11 месяцев, например, там, закупает, один раз пропускает. Вот. Но тем не менее, это наша основа. Есть у нас еще клиенты, ну, так же, как вот новые, известная всем классификация, да, то есть те, кто сделал, предположим, из цикла, ну, цикл, например, мы говорим, что смотрим за период год, и все, кто первый раз сделал в течение этого года закупки и делают их первые, там, 3-4, сколько-то циклов продаж, они у нас считаются новыми клиентами. Потом уже переходят в статус, там, например, стабильный, либо еще какой-то. Вот. Также у нас есть потерянные клиенты, те, которые уже, ну, опять же, пропустили, не знаю, там, 3-4 некоторое большое количество циклов продаж, после которого его вернуть уже будет крайне сложно. Вот. А есть еще, вот, видите, такое промежуточное состояние, прекратившее приобретать. Это вот тоже вариант такого покупательского поведения, когда пропущен только первый цикл продаж, и есть возможность еще разобраться, возможно, ну, что-то предложить клиенту, достаточно быстро, как бы, вернуть его. Также есть у нас нестабильные клиенты, это те, кто, ну, не по всегда понятным причинам, то берет, то не берет. То есть, как бы, его довольно сложно характеризовать каким-то вот устойчивым, устойчивые характеристики дать ему. Временные, обычно, это те, кто работает с нами в сезон, ну, либо еще по каким-то периодам, когда они возникают. Вот. И, соответственно, есть еще разовая, ну, то есть пробная разовая закупка, что-то там клиенту не понравилось, и, собственно, он ушел. Ну, обычно, кстати, вот тут тоже не так много. У нас тут довольно много, видите, 20% новых клиентов. Супер. Да, то есть получается, что менеджеры вообще прекрасно работают. Вот. Потерянных и нестабильных у нас вот как раз вот 13-15%. Тоже и один, и второй вариант, но особенно вот там потерянные пропущены уже, наверное, скорее всего, тот срок, когда мы могли бы возобновить. Вот. Это вот то, что касается, как бы, количества клиентов. И, собственно, у нас получается, что стабильных не так уж много. Тех, кому вот я предлагаю в первую очередь делать вот эти вот предложения, про которые мы как бы с вами раньше поговорили. Но, смотрите, что получается, что количество клиентов совершенно не равно тем деньгам, которые мы получаем на этом клиенте. То есть его закупки, вот эти всего лишь 33% клиентов, они вот в этом случае давали 78% всех объемов продаж. То есть на самом деле это крайне ценные клиенты. И теперь вот, исходя из этой второй картинки, из этой второй диаграммы, нужно понять, что переведение любого, любого из клиентов из любой категории, там, например, тех же самых нестабильных клиентов или прекративших приобретать, там, продукцию, разовых клиентов, вот в категорию стабильных даст вам сразу же значительное увеличение объемов продаж. Это, над этим стоит как бы серьезно поработать, потому что значительные объемы у нас дают именно наши стабильные клиенты. Вот, это как бы то, что касалось вот характеристик, как их можно определить, да, и как мы можем их выявить, этих клиентов. Ну вот, обобщение той же, тех же двух диаграмм здесь представлено, да, суммарно у нас получается потерянные, прекратившие приобретать клиенты, их всего 19, приносят нам 11% продаж, а вот эти 20% новых клиентов, они дают нам всего 5% продаж. Ну, это тоже нормально, опять же, мы смотрели, там, например, годовой период, и когда вы, во-первых, вы их не всех, там, в январе всех новых клиентов привлекли, да, то есть они привлекаются в течение, там, периода большого всего года, и кто-то за это время, там, уже успел сколько-то закупок сделать, кто-то нет, поэтому эти 5% возникают, да, потом в начале клиенты берут на пробу, они часто потом только выходят на значительные объемы продаж. Вот, соответственно, получается, что периоды этого года, да, результаты мы пока имеем относительно небольшие по новым клиентам. Это еще раз к тому же, что имеет смысл фокусироваться на стабильных ваших клиентов в первую очередь. Вот, ну, и, соответственно, если выделять среди этих стабильных клиентов, вот, как здесь видите, показано еще крупных и лояльных клиентов, да, лояльных – это тот, кто, например, никогда не будет пропускать, то есть, условно говоря, если 12 раз в месяц он по нашему циклу продаж закупает, он столько и закупает, он лояльный, он не пропускает эти периоды, вот, то, соответственно, здесь очень важно продумать возможности по расширению объемов продаж и замерять это, и, как бы, отслеживать это через такое понятие, как критическая масса. Критическая масса – это, по сути, та доля, которую имеет ваша продукция либо в выручке, либо в закупе у клиента. Причем это имеет отношение, как бы, скажем, как к любым торговым компаниям, дистрибуторам, розничным сетям, прямым клиентам, прямым корпоративным клиентам они закупают, как бы, вашу, например, категорию. Там есть не только вы, а другие поставщики, например, там, 4 поставщика аналогичной продукции, у них есть в составе, в перечне, как бы, их поставщиков. Да, и вот поэтому ваша доля, она, конечно, даже у прямых клиентов, она в большинстве случаев не является даже 50%, то есть она обычно бывает меньше. И расширение вот этой доли, как бы, как мы говорим, критической массы – это существенный момент не только с точки зрения увеличения продаж, но и с точки зрения лояльности клиента. Вот есть данные, эти данные зарубежные. Российских данных, как бы, я не встречала в статистике, но, как бы, по той практике, которую мы видели, проценты очень похожи. То есть вот по, там, практике, в первую очередь, как бы, зарубежных компаний, у дистрибутора, у корпоративного клиента, там, не розничные сети, правда, да, другого типа клиента, у них есть категория поставщиков. И вот, как правило, один либо два, максимум два, вот этих поставщика, они занимают половину их категории. Вы даже, видите, специально называют, есть такое понятие укоренившийся поставщик, укоренившийся в категории. Вот, следующий, как правило, бывает, там, в районе 20, немножко меньше, от 15 до 20. Ну, то есть тоже очень значимый, растущий, там, перспективный с точки зрения, там, клиента. Вот, остальные их, на самом деле, может быть много. Их может быть 5, 6, больше, 10. Вот, они суммарно составляют порядка 30% в выручке, выручке, ну, либо, соответственно, в закупе у клиента. И доля получается, что у каждого из них, может быть, там, 3%, 5%, то есть она может быть, как бы, очень-очень незначительной. И вот эти вот цифры, они для нас, как бы, очень важны, потому что, во-первых, как только мы увеличиваем, продвигаемся по этой лестнице и увеличиваем долю в категории у нашего клиента, у нас становится больше на него влияние, экономического влияния, то есть и бизнес-процессы у него уже подстроены под работу с нами, и, собственно, большая часть, там, либо маржи, либо выручки в категории, там, зависит от нас напрямую, мы для него значимы. Неизбежно, однозначно будет расти лояльность этого клиента, к вам, там, с точки зрения готовности, там, не знаю, там, если это дистрибутор, работать с вами по промо каким-то компаниям совместным и так дальше, поддерживать как-то ваш бренд другим образом. Вот, это вот первый момент. Второй момент, который тоже очень важен, то, что, вот, как бы, часто мы встречали такое мнение, ну, вот, если напрямую спрашивать, как вы думаете, вот, предположим, там, в одном случае вы имеете у своего клиента, скажем, ну, не знаю, 30% в категории, в другом случае вы имеете 5% в категории, вы это выяснили, раздобыли эту информацию, там, разными неформальными способами, менеджеры поспрашивали, там, прикинули, редко просто открыто говорят, там, эту информацию, да, но ее можно, как бы, дополнительно просчитать. Сейчас вот единственное, что на маркетплейсах практически мы уже без проблем можем представить, какая доля у кого, какие объемы, все это уже практически, там, открыто, да, в большинстве случаев это все-таки не так. Вот, и где мы можем максимально быстро увеличить объемы продаж? Либо мы можем вот там, где наша доля небольшая, и здесь, как бы, у нас там, типа, потенциал больше, либо, соответственно, вот мы где-то, ну, например, вот здесь уже либо второй поставщик, либо там вообще первый поставщик, то есть у нас достаточно большая сила. Вот, и очень часто наши клиенты говорят о том, что потенциал, вроде бы, больше там, где у нас еще объем меньше. Понимаете, как бы, дело в том, что потенциал, это будет очень-очень, как бы, далекий потенциал. То есть если у нас доля небольшая, это означает, что есть кто-то очень сильный, очень укоренившийся, давным-давно работающий и полностью устраивающий этого клиента-поставщика. Поэтому, как минимум, это срок, там, равный, там, 3-4 срокам, ну, разработки, я не знаю, там, какого-то стандартного клиента, да. То есть это очень большой срок для продвижения вот по этой лестнице. Вот, поэтому все-таки максимально быстрое увеличение объемов, возможно, в том случае, если вы уже имеете какую-то, ну, минимально значимую долю. Вот здесь, например, там, в районе 20%, там, многие считают, что там, в районе, там, ну, в целом от 10% до 30% очень хорошая позиция, так скажем, да, и здесь есть возможность достаточно быстрого увеличения объемов продаж. Вот, но это, как бы, опять же, нужно все проработать, всю эту информацию необходимо выяснить, и в этом случае будут у вас дополнительные возможности по дополнительным продажам и расширение объемов продаж даже вот в кризисных ситуациях. В этом случае мы говорили, что первый пункт работы со стабильными клиентами – это наш хитовый ассортимент, вот пример компании. Здесь был дистрибутер, ну, несколько дистрибутеров, ключевых дистрибутеров компании, соответственно, у них было, насколько я помню, там, 8 позиций, где-то здесь должно быть написано, по-моему, да, 8 позиций – это вот группа ассортимента АА, 72% выручки она давала, то есть, ну, очень востребованный рынком ассортимент. И, соответственно, когда мы спросили у клиента, действительно ли у всех дистрибутеров есть эти 8 позиций, нам бодро ответили, что да, непременно у всех есть, соответственно, как бы однозначно, это наши самые хиты, они есть у всех. Но по факту оказалась совершенно другая картина, когда, еще раз, мы просто выгрузили базу данных, посмотрели. Вот, разная она, конечно, была тут по территориям у нас, вот территории представлены, да, здесь всего лишь 2 СКЮ из этих 8 первых хитов, их топовых, вот, лучше всего у нас ЦФО, на самом деле, работает, получилось, да, что здесь меньше всего провалы, вот, у кого-то, на самом деле, там, вот конкретно там, да, например, получается, наверное, где-то в районе 12%, соответственно, из этих 8 позиций, ну, как бы, что, наверное, от 1 позиции отсутствует, да, у кого-то там больше, ну, в среднем тут было несколько десятков, по-моему, в районе 40 дистрибуторов, вот этих крупных ключевых, вот, собственно, по ним, поэтому среднее, оно не точно по количеству СКЮ получается, но, тем не менее, вот, видите, как минимум там 2 СКЮ в районе где-то 30%, это уже, скорее всего, 2 СКЮ с этих 8, оно отсутствует. Вот, то есть это вот первый момент. И я просто хочу сказать, что именно здесь, вот, когда вы смотрите пересечение ваших самых интересных клиентов стабильных и пересечение вот этого самого хитового, вашего топового ассортимента, это самые быстрые продажи. И в любой кризисной ситуации это тот вариант, когда, ну, практически, как бы, беспроигрышный вариант, когда у вас есть возможность увеличить объемы продаж, восстановив, ну, в целом, потерянные, возможно, в других клиентах эти объемы. Это как бы в первую очередь. Вот другой вариант, это другой проект был, DIY здесь был рынок, здесь были розничные клиенты, розничные компании, там, небольшие, много их было очень, Москва это была, и Московская область, насколько я помню. Вот, и здесь мы поэтому по-другому немного смотрели, и компания была торговая, на самом деле, да, то есть это был, первый это был производитель у нас, а здесь торговая компания с широким очень ассортиментом, вот, и мы поэтому немножко по-другому представили эту статистику, но здесь то же самое. Вот есть группа АА ассортимента, и всего лишь, смотрите, 5% клиентов, у которых, ну, почти все, в районе 90% этих топовых СКЮ присутствует. Вот, там, где 70% от этих топовых СКЮ, от группы АА, ну, тут уже 14%, немножко побольше, ну, и так дальше, да. То есть, все равно недоработка, так скажем, есть, возможности дальнейшего расширения объемов, ну, также присутствуют. Вот здесь, правда, посмотрено не по стабильным клиентам, это как бы общая выборка по всей территории, представлена как бы таким образом. Вот, это вот первый момент, на который я хотела обратить ваше внимание. Второй момент – это дополнительный ассортимент. Дополнительный ассортимент, как мы сказали, он посложнее, ну, во-первых, определяется, да, во-вторых, он заводится сложнее с тактической, там, с технической точки зрения. Вот, но возможности все равно есть. Это тоже данные реального проекта. Значит, смотрите, коллеги, я меняла тут цифры практически, везде вот цифры поменены. Вот остались у нас правильными вот долевые, долевой потенциал, как мы считаем, да. Все остальные цифры немножко изменены, но картина от этого практически не меняется. Здесь были розничные сети, здесь были, значит, три торговые марки, энное количество, у них достаточно большое было количество SKU в каждой торговой марке у этого поставщика. Вот, и по факту мы просто посмотрели, сколько конкретно ассортимента, да, и сколько, какие объемы есть там у того или иного, у той или иной розничной сети, с которой мы работаем. Вот, смотрите, у нас получается, что самое минимальное по количеству выбираемого ассортимента – это мяснов. Это сетка мяснов. Всего лишь 10 SKU у нас. Одна товарная группа наша, торговая марка, она вообще как бы с ними не работает, но работает более или менее вот со второй торговой маркой, да, с первой тоже как бы не очень хорошо не работает. Ну, сеть на самом деле специализированная. Сеть специализированная и, возможно, как бы с этим вот связана, отклонение там полностью нулевое в некоторых категориях, возможно. И, соответственно, у нас максимальное количество, которое есть, это 71 SKU. Вот полярная звезда у нас такой, передовик, клиент передовик капиталистической торговли по количеству SKU, да. Вот, здесь вот видно, что они совершенно различны. Все остальное тут промежуточное. Есть как бы сети, у которых приближено к 70, там в районе 60+, вот они как бы здесь внизу у нас представлены, да. Ну, и здесь вот дальше разнобой. Да, вот еще 67 кристаллов у нас есть дополнительно. Все остальные как бы по-разному представлены. И вот в дальнейшем, конечно, детально посмотрев, какие есть конкуренты в соответствующих категориях, где вот наши торговые марки, они, это была кондитерка, она была совершенно разная. Здесь были конфеты, здесь были там сладости не, ну, другого типа, так скажем, да. Вот, и, соответственно, совершенно разные категории. Нужно в каждой категории просто детально просмотреть, что есть еще на полках в каждой сети. И, исходя из этого, можно уже вырабатывать стратегию. Собственно, мы вот здесь даже для того, чтобы представить, что можно получить дополнительно из вот этого ассортимента, он будет каждый, получается, в каждой сети индивидуальный. Если там топовые позиции мы понимаем, какие они топовые, и мы там прилагаем усилия для того, чтобы уж топовые позиции они там присутствовали везде, то здесь конфигурация дополнительного ассортимента, она будет разная. Она будет всегда разная. Это и потому, что специализация есть у сети, как, например, там, у Меснова, и потому что сети все разные, да, и потому что они по объемам разные. И вот, соответственно, для того, чтобы как-то понимать, какой потенциал у нас есть, Опять же, только потенциал. У нас, в принципе, есть методика, которую мы обычно используем для, ну, потом дальнейшей оценки планов уже, выработки планов продаж, но это, опять же, только лишь потенциал. Здесь как раз идеология очень близка к выработке ассортиментных матриц по каналу, то есть когда мы знаем определенное количество SKU, которое для этого типа торговых точек в этой сети, с учетом ее там специализации или отсутствия специализации, возможно продавать вообще. И дальше, кроме этого, кроме учета этих двух факторов, мы еще используем фактор такой, как в целом объем сети, потому что, ну, например, там, SN вот здесь там, да, либо кто-то там у нас, кто-то может быть там большой сетью, а кто-то может быть там сетью из, не знаю, 10 магазинов. И, соответственно, объем у них совершенно разный. Необходимо просто делать корректировку, когда вы учитываете этот потенциал, исходя из крупности того или иного клиента. Вот. И, соответственно, здесь вот как раз вот эта методика, она дает возможность понимать, насколько исчерпан потенциал. И вот здесь вот эти цифры, они показывают, сколько уже использовано потенциала, соответственно, если мы от 100 отнимем это число, то мы получим как раз то, что мы могли бы еще допродать, да, этим клиентам. Вот. То есть вот подход, который позволяет, ну, собственно, тоже дополнительно как бы выставить определенные целевые ориентиры и дальше уже исходя из, опять же, конкретного там региона, конкретного продуктового портфеля сети, конкретного окружения, конкурентного, да, потому что, например, региональные сети там очень часто бывают местные поставщики, и у них позиции бывают сильны, потребители их любят, например. И там будет нам как бы достаточно сложно с ними работать. Но все равно будет возможность как бы дополнительных, вот, может быть, использовать не полностью все, что у нас не попало в эти вот проценты. Там, например, здесь вот где 10 скаю, видите, здесь потенциал мы, получается, только на 19% используем. Вроде как потенциал у нас там очень большой в этой сети, вот, но понимать, что именно мы можем туда допродать, вот, для этого нужно расширять анализ, и тоже как бы есть возможность после кропотливой и долгой работы, да, но, тем не менее, увеличить объемы продаж за счет этого дополнительного ассортимента, нашим наиболее интересным, нашим как бы стабильным клиентам. Вот. Еще одна клиентская стратегия – это, мы говорили, новинки. Новая, какая-то новая продукция для наших, опять же, в первую очередь стабильных и лояльных клиентов. Но здесь вот возникает как бы маркетинг, очень значительно возникает у нас вебинар по продажам, да, здесь как бы возникает маркетинговые идеи, которые либо могут сработать, либо не сработать. И могу сказать, что, например, из тех вот проектов, которые, да, я уже говорила, что у нас там больше 90% проектов, у нас была из них только одна компания, которая реально умела, качественно отрабатывала, великолепно вводила новинки. То есть это достаточно такое редкое умение, вот, возможно, оно связано с тем, что маркетинг не очень развит в компаниях, так, скорее всего, да, вот, но тем не менее, как правило, просто новинки, как правило, занимают вот так же, как новые клиенты у компании, там, в районе 5% от выручки, немного. Вот у той компании, про которую я говорю, это было до 20%, ну, то есть они прям качественно вводили, и у них был поток такой, они часто эти новинки вводили, это был бизнес-процесс поставленный уже, введение новинок. Вот, ну, опять же, не у всех это есть, но здесь, во-первых, как бы к этому нужно стремиться, во-вторых, вот я последнее, одно из последних исследований Нильсона хотела бы обратить ваше внимание, они как раз про, ну, оценили, что происходит с новинками, у них тоже ситуация, видите, они говорят о том, что новинки очень часто не оправдываются, так же, как я говорила, что мало кто умеет это хорошо и качественно делать. Вот, по их данным, в районе половины от 40 тысяч новых СКЮ, которые там на FFCG рынке заводятся ежегодно, только, значит, половина потом остается жить на следующий год. Большинство, половина как бы уходит, не получается ввести эту новинку. Ну, соответственно, вот они придумали, разработали рекомендации по этому поводу, они, вот видите, как бы, опять же, маркетингового плана. Первая упаковка привлечения внимания очень важна, ну, могу сказать, что да, по тому клиенту, у которого я вспоминала, с очень эффективными новинками, великолепная была упаковка, тут я с ними полностью согласна по всем этим пунктам, поэтому я их поставила. Соответственно, дизайн, причем, видите, они рекомендуют его делать там под поколения разные, то есть там более молодое, например, там Z-поколение, миллениалы, там более уже там средний у нас возраст, да, то есть разные у них там предпочтения с точки зрения дизайна, еще сильнее эти предпочтения будут выражены с точки зрения коммуникации. Вот, то есть когда марку заводят, соответственно, очень важно, чтобы именно тем целевым сегментам, кому это было адресовано, и соответствовали непосредственно вот эти новинки. Вот, ну вот, собственно, как бы все-таки есть возможность эта стратегия, сколько в дополнительной выручке по новинкам, но вот по нашим данным я уже проговорила, да, что если в среднем там у компании бывает районе 5%, мы встречали, что до 20%, тоже это, правда, и ФМСЖ рынок, все-таки быстро обновляемый, так скажем, да, возможно дорастить. Ну, то есть плюс еще, скажем, 15%, возможно, в целом. Хотя это будет, ну, очень-очень хороший показатель. Основные объемы будут все равно там, в группах АА ассортимента, и стабильные клиенты, ну, или, соответственно, там дополнительный ассортимент. Это все-таки такая более изощренная, утонченная вещь. Вот, и у нас есть еще одна клиентская стратегия, это новые клиенты. Понимаю, что как бы в кризис многие говорят о том, что все клиенты уже давно наши, и вообще как бы все уже, все мы всех проработали. Но на самом деле, или там, например, о том, что остались новые клиенты, те, которые там из группы ЦС уже совершенно неинтересные. Но могу сказать, что все равно, если все-таки опять же тщательно посмотреть, то, возможно, найдется еще эти клиенты. Ну, возможно, не в таком формате, как я здесь, здесь уже прям была совершенно утрированная ситуация. Компания тоже как бы, они говорили о том, что с региональными сетями у них очень хорошо выстроена работа. Вот, и, ну, как бы какие аргументы, чтобы показать, что есть еще клиенты в этом сегменте региональных сетей. Ну, просто мы взяли там дубль ГИС, вот засели за несколько дней, стали смотреть там все региональные сети, выуживать из всех возможных источников, там не только из дубль ГИСа, да, из разных источников, и смотреть просто, сверять с их отгрузками, есть или нет отгрузки. Поэтому как бы вот этот слайд, он так и сформирован был, там была очень длинная вот эта таблица, которая по разным еще федеральным округам была представлена, да. Ну, вот, например, по ЦФО. По ЦФО 42 сети. И в тот момент, когда мы там смотрели, выстроена была работа с пятью. Соответственно, если посмотреть общее количество точек у этих 42 сетей, то, соответственно, вот этих пяти отгрузки у нас шли только 18 точек. Ну, то есть резерв на самом деле есть, даже если там учитывать, что по логистическим либо каким-то другим причинам мы не сможем с частью работать, но все равно с какой-то значительной частью, в общем-то, начать работу можно. Но за этим, опять же, стоит вот такой очень детальный, качественный срез рынка. Полное представление о том, кто еще есть, и там реально как бы последние данные, потому что в рознице вот в такой, например, там ситуация плавающая, меняется достаточно быстро. Больше двух лет уже как бы эта база однозначно устаревает, там еще один год можно ее рассматривать. Но тем не менее, вот как бы возможности по новым клиентам. Ну, и здесь, как вы уже видели, в цифрах, даже если у нас будет 20, например, процентов новых клиентов, но все равно объемы, скорее всего, в начале будут еще небольшие, то есть объемные показатели будут относительно небольшие. Вот, это вот были четыре стратегии клиентские. Ну, и хочу обратить внимание, что, конечно, все клиентские стратегии, они у нас обрабатываются, отрабатываются с помощью, ну, как правило, наших подручных средств. У нас есть там технологии захода, работы с клиентами, этапы взаимодействия, там, грамотные. И все это нам качественно позволяет выполнить программы CRM. Вот, собственно, последнее время сильно мы расширили, особенно вот сейчас в условиях пандемии, количество партнеров наших с CRM-программами, которых мы работаем, предлагаем их нашим клиентам для взаимодействия. Те, кто успел, например, по части из них установить CRM, скажем, до пандемии, то имел огромный бонус, потому что сейчас практически все уже программы, они имеют внутренние встроенные порталы корпоративные. И, собственно, даже когда люди у вас на удаленке, у вас есть полный набор инструментов для управления удаленными сотрудниками. И это не связано только с управлением продажами. Это связано в целом с управлением вашим коллективом, да, и возможностью проводить и планерки, и другие разного рода мероприятия по обмену информацией и так дальше в этом внутреннем корпоративном портале. Вот, соответственно, поэтому сейчас они многие уже как бы очень хорошего качества CRM-программы. Нужно, конечно, их подбирать, исходя из вашего типа продажи. Есть специальные, специализированные. Есть, ну, например, вот там ритейл CRM, да, это, например, для интернет-магазинов. Вот, например, вот мы их партнеры, и, соответственно, если заходить на их сайт с нашего сайта, там можно получить скидку вести процентную. То есть у них есть специальные программы для того, чтобы поощрять подключение через вот эту партнерскую их сеть. Ну, это небольшая часть. На самом деле, конечно, CRM больше, общее количество их больше. Мы постарались выбрать самые, ну, часто используем. Есть еще автоматизация полевых сотрудников. Здесь она у нас не попала. Тоже как бы программы другого рода провайдеров. Вот, есть программы по отслеживанию, не знаю, там, мерчендайзингов, точки тоже специализированные там среди наших партнеров, ну, и так дальше. Есть специализированный еще большой блок, который здесь тоже как бы не учитывается. Но моменты, связанные с автоматизацией продаж, конечно, необходимость уже. Иначе эти клиентские стратегии будут крайне сложны. Весь этот анализ, про который мы говорили, аналитику, прорабатывать ее будет крайне сложно. С ассортиментом, даже с данными по взаимодействию с клиентом. Вот. Ну, собственно, как бы это вот то, что мне хотелось рассказать про клиентские стратегии. Дальше у нас тема прибыльности и, соответственно, затрат. Поэтому, коллеги, если есть сейчас вопросы, чтобы нам, опять же, их не забыть, я предлагаю сейчас задать их. Вот. Если у кого-то есть вопросы по вот этой первой части, по клиентским стратегиям. Вот. Цифры, конечно, которые я представила, они могут меняться. Ну, например, там было у нас... Пожалуйста, прошу написать, пока я тут еще несколько минут поговорю, там, нескольких секунд. Я представила, что там у нас 30%, 33% клиентов стабильных дают 78% продаж. Конечно, это может быть не 78. Да, это может быть... То есть если базу качественно прорабатывать, это будет все-таки немножко меньше. То есть у вас будет большая перечень клиентов, которые, ну, тоже достаточно сильны. Может быть, они не являются там прямо лучшими-лучшими. Вот. Это как раз была ситуация, когда с такой сегментацией вообще компания не работала. Ну, там, может быть, там, не знаю, 50-60%. Но все равно это будет значительный, значительный объем. Вот. Ну, вот смотрю, что вроде пока вопросов нет. Ну, хорошо, давайте тогда продолжать. Следующий блок у нас по затратам. Для нас он, как бы, тоже крайне важен, особенно, когда мы не можем увеличивать объемы, там, значительно рынок у нас не растет, то, соответственно, всегда со стороны руководства есть задача по увеличению прибыльности. И мы привыкли очень часто считать прибыльность по товару, но редко считать прибыльность по клиенту. Вот. А здесь, на самом деле, ну, тоже есть очень много таких важных, интересных моментов. Мы помним это знаменитое правило Паретта о том, что у нас 20% клиентов дают нам 80% продаж, либо, там, прибыль, сейчас мы говорим про прибыль. Вот. А дальше вот это распределение Паретта, его почему-то мало кто помнит. Вот. А, соответственно, видите, как бы оно очень тут интересные цифры. Вот. Например, они показывают, что из этих оставшихся 80% клиентов 45% убыточные. Вот. Большая радостная новость в том, что не везде у нас правило Паретта работает. Да. То есть, например, там у нас было два примера, я показывала, помните, где ассортимент группы. А вот на розничной клиентской базе, там, где была Москва и область, там точно работает. Там железно абсолютно работает. На дистрибуторах, по идее, не должно работать. Если, опять же, все правильно выстроено, не должно работать. Не будет такого большого процента убыточных клиентов. Убыточный – это тот, на которого затраты, на которые мы несем, соответственно, больше получается, чем доходы, маржинальные доходы, которые мы имеем на этом клиенте. Вот. И когда вот как бы эту информацию мы понимаем, мы грамотно разносим вот эти затраты на клиента, то, соответственно, после этого становится понятно, там, с кем, на кого относить, сразу же делать упор, да, с кем больше работать с точки зрения прибыльности. И, ну, полностью вы избавиться от убыточных, там, скорее всего, у вас не получится. Потому что сюда, например, попали, там, чаще всего попадают новые клиенты. Например, вы там заходите в сеть, и вы там заходили полгода в эту сеть, например, да, у вас работали люди, соответственно, там, шли затраты, а выручки еще не было. Это плановый убыточный клиент. Вот. Другое дело, что через полгода, например, должны начаться отгрузки, там уже через полгода, через год, например, вы выйдете в нулевую окупаемость, в ноль, потом уже дальше пойдет прибыль, например, да. Но, тем не менее, уменьшить это количество убыточных клиентов совершенно реально. То есть мы встречали компании, которые, прорабатывая вот такую делу и классификацию, они добивались там, самое маленькое мы видели где-то в районе 27, около 30-ки было процентов убыточных клиентов. Ну, опять же, потому что там новые и так дальше, статегические могут быть какие-то еще. Вот. Что, собственно, считается? Что рассчитывается в качестве затрат? Ну, во-первых, обращаю внимание, что, во-первых, вычитается из валовой прибыли, не из выручки. Да, то есть валовая прибыль у нас... Это ваша выручка минус, соответственно, себестоимость, если вы производственная компания, либо минус стоимость продукции в закупочных ценах, если вы торговая компания. Вот. У нас получается валовая прибыль, и после этого уже, собственно, мы учитываем все затраты. Сложность их, конечно, бывает разнести на клиента, вот так как там перед этим, да, мы говорили. И связано это с тем, что, ну, обычно эти затраты разносятся пропорционально доходу. Но в этом случае мы как бы вот эту точную информацию по прибыльности не получим. Вот в чем дело. Важно как раз разнести там расходы на маркетинг. Да, то есть, например, вы там сделали каталоги, и вы эти каталоги четко раздали там тем или иным клиентам. Вы можете посчитать, сколько затрат у вас ушло, или там акцию какую-то проводили, у вас затраты пошли. Вы можете это четко посчитать, прямо в разнесении на клиента. Расходы на продажи – это непосредственно расходы на менеджера. То есть пропорционально тому времени, которое менеджеры работают с клиентами, и тем доходом, который они получают, мы можем рассчитать расходы там на ту или иную либо группу клиентов, либо на клиента. Очень часто бывают достаточно большие затраты, связанные с оформлением заказок. Сомпоновкой, формированием заказа. Тоже имеет смысл его, как правило, посчитать. Расходы на логистику, как правило, у всех рассчитываются, и все же их знают. Единственное, что, ну не совсем, наверное, правильно я сказала, да, логистику – та, которая транспортная логистика. Как правило, ее все очень хорошо представляют. У нас есть еще логистика складская. Если у вас есть склад, и товар у вас хранился на складе, то пропорционально времени, которое хранился товар до отгрузки клиенту и, собственно, месту, которое он занимал, вынесли затраты. Вот они, по идее, тоже должны входить в расходы на логистику, так же, как и транспорт. Вот видите, тут он тоже достаточно такой большой. Здесь еще большие финансовые расходы. Это вы даете отсрочки, там кредиты у вас есть, кредитование клиентов. Вот как бы, особенно если там, например, это сети, да, или еще какие-то клиенты с большими отсрочками. Вот, соответственно, тоже может быть, это не бесплатные деньги, они тоже рассчитываются, и тоже затраты. Ну, и, соответственно, расходы на поддержание складских запасов. Это не, собственно, физический склад, это именно уже замороженные в товарных остатках ваши деньги. Вот, они тоже как бы учитываются. Вот, соответственно, все это, с учетом всего этого, получается, ну, вот по нашим, например, клиентам, получалась неплохая величина, там, в районе 15-25, ну, до 20-18, 15-18 процентов. Это очень хороший показатель маржинальности. То есть, когда прибыль в общей вот этой валовой прибыли за минусом всех этих затрат показывает, что клиент у вас на уровне, там, 15-18 процентов. Это великолепно. Чаще бывает, конечно, значительно-значительно ниже. Вот, ну, здесь мы как раз можем, когда вот это все у нас оцифровано, мы понимаем, на что мы направляем наши усилия, в каких случаях, там, предоставляем отдельную скидку за предоплату, например. Это, кстати говоря, мы считали, делали финансовые расчеты, часто бывает, там, дешевле для поставщика, чем все-таки отстрочки давать. Ну, то есть, дальше думаем, что мы делаем для того, чтобы начинать понемногу двигать эти цифры и увеличивать прибыльность, там, тех или иных клиентов, групп клиентов. Вот, вот пример, там, в стоимости также рассчитываются каналы, например, партнеры, торговые представители, телефонные продажи, интернет. Вот, они рассчитывали, эти компании рассчитывали по издержкам на одну продажу, на транзакцию, тоже, видите, совершенно разные затраты. Тоже, как пример, просто приведен данные есть, зарубежные данные, поэтому, как бы, я их тоже решила здесь привести. Ну, то есть, таким образом, обсчитываются еще и каналы, не только клиенты, правильно еще обсчитывать, конечно, и каналы продаж, также рассчитывать их прибыльность. Вот, ну, и вот тоже очень такой яркий слайд, который показывает, что сегментация наша по прибыльности, она, как правило, имеет прямо прямое продолжение в активности менеджеров. Вот, смотрите, это количество клиентов в базе, ну, там, в какой-то компании, разнесенное по группам. Группа А – самые наши прибыльные клиенты, группа Б – это средняя группа, и группа С – клиентов очень много, да, группа С. Соответственно, вот деньги, которые мы имеем, прибыль, которые мы имеем на той или иной группе. Вот группа А – небольшое количество, даёт нам значительные объёмы. Группа Б примерно одинакова, кстати говоря, как по численности в доле, так и по долевой, как бы, участию прибыли. Ну, и вот группа С – огромное количество клиентов, которые дают нам минимальную прибыль. Соответственно, перенастроив, ну, опять же, там, с помощью, например, CRM, там, установив внутренние стандарты ваши взаимодействия, вы можете изменить. Вот, то есть если ничего не делать, как бы не влиять на это, то, как правило, разносятся временные затраты менеджеров пропорционально вот этому количеству. То есть по сути, как бы, как менеджеров дёргают, так они там и дёргаются. Вот, а установив, там, определённые нормативы, целевые показатели, там, отслеживая это регулярно, контролируя, мониторяя, вот, можно добиться другого распределения активности и за счёт этого, ну, в том числе, повысить, в том числе, повысить прибыльность. Помимо того, что снижать определённые затраты, которые мы там уже говорили, также вот результат мы можем получить за счёт перенаправления активности менеджеров. Вот, это тоже реально в кризис, безусловно, также в кризис реально, если понимать, кто из них у вас, кто из клиентов, как бы, что вам приносит. Вот, ну и, конечно, значительные, значительные всё-таки объёмы у нас в затратах связаны с проведением акций. Вот сейчас, ну, вообще, как бы промо-поддержка любых вложений, вложениях в продвижение продаж. Вот, сейчас буквально только последние полгода, по данным Нильсону, у нас получилась информация, появились данные о том, что впервые у нас затормозилось расширение, которое постоянно последние пять лет происходило расширение промо-продажа. Ну, мы говорим про этот, например, Сиджи рынок, в первую очередь. Наконец-то наступила стабилизация, это уже очень хорошо, да, то есть мы вышли на какое-то плату, почти как, да, по коронавирусу, на плату по этим самым объёмам замороженных в промо. Вот, но, тем не менее, для того, чтобы... Всё равно объёмы там достаточно большие по некоторым категориям, там, например, с которыми мы работали, там, кофе, там, или, там, например, алкоголь, там, очень большие объёмы из непищевки, там, стиральные порошки и так дальше, и бытовая химия по ним тоже, очень большой процент продающихся по промо. Ну, есть категории, в которых, там, огромные денежные средства заморожены, есть категории, в которых поменьше. Ну, например, мясопереработка, колбасное производство и так дальше. Там совершенно другие уже проценты, далеко не 50, не 60 процентов проданных по промо, а значительно меньше. Но, тем не менее, все равно эти вопросы есть, и учет их с разнесением на клиентов и четкие классификации затрата, оно даст вам возможность, ну, как минимум на следующий год или, может быть, даже уже в течение текущего года, скорректировать какие-то программы и более эффективно вкладывать вот эти средства в продвижение. Деньги-то все равно как бы выделяются, да. Поэтому вот так же, как и учет затрат, мы говорили по клиентам, он сложный, сложно разносится по клиентам. Здесь, на самом деле, тоже работы много. Она такая всегда промежуточная. То есть ее финансисты говорят, что это коммерсанты должны делать, коммерсанты говорят, что это вообще не наше, мы как бы продаем вообще нам учет затрат. Это не наша тема. Вот, но поэтому часто это бывает как бы ребенок без глаза, у которых там 7 нянек. Здесь то же самое. Но вот учет затрат, все-таки он как бы у вас однозначно окупится очень быстро, поэтому это имеет смысл сделать. Ну и там, конечно, очень продвинутых компаний, я знаю, что даже в финансовом департаменте выделяют там человека, который непосредственно работает только с учетом вот этих затрат, например, да, и там детально его просматривает. Ну, значит, важно посмотреть по клиентам непосредственно, разнести, про это мы говорили, чтобы понимать, как бы, да, дальше работу, стратегию работы с клиентом. По статьям затрат, ну, с тем, чтобы понимать, какие акции у вас работают, какие не работают, что именно дало вам эффект. По конкретным СКЮ это очень важно, потому что, например, вот самая типовая ситуация, которая возникает, когда мы смотрим группу АА, формируем с вами, с чего мы начали, группа АА ассортимента. Смотрим, а там есть СКЮ, которая у нас, ну, предположим, дает по промо 40%. Вопрос, это действительно группа АА, это просто промо, да, то есть если бы не было промо, какие были бы объемы продаж по этому СКЮ, и мы однозначно снижаем свою маржинальность, когда мы ставим группу А, и потом еще, как я рекомендовала, начинаем всем его предлагать клиентам, если это не истинная группа АА, а пока СКЮ, которая у нас по промо прошла. Поэтому это вот важно, и такое как бы бывает повсеместно, вот честно, вот это вот уже мы встречали у всех, что вот эти СКЮ, они попадают, и дальше у компаний снижается маржинальность. Это нужно однозначно отслеживать и по-другому вести политику. Вот, соответственно, здесь, например, при работе с сетями, ну, это вот один из слайдов работы с сетевыми клиентами, они смотрели не только по клиентам, но и непосредственно еще по каждым точкам, потому что точки тоже очень разные по объемам продаж, по затратам. Вот, и важно, конечно, еще продумать критерии эффективности акции. Тоже мало кто делает. В качестве такого самого популярного критерия, конечно, у нас показатель ROI. То есть это, по сути, учет той дополнительной прибыли, которую мы имеем на акции, при проведении акции, вот, и в отношении к затратам. У нас получается, что показатель ROI, вот, точка безубыточности, у нас в районе нуля. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы показатель был в районе единицы, либо больше. То есть каждый рубль нам дает столько же продаж дополнительных. Дополнительных продаж. Это очень хороший показатель. Из нашей практики, что могу еще сказать, например, по этому показателю? Он универсальный. Он очень хорошо позволяет вам сравнивать. Единственное, конечно, есть, вот, когда вы прибыль будете рассчитывать, вам нужно маржу знать. Маржу – это экономический показатель, который тоже, в общем-то, часто продажники не знают, но, тем не менее, его можно в экономическом отделе вашем взять, как бы, либо там усредненный какой-то. Ну, короче, вот с маржой тоже бывают там некоторые проблемы у клиентов, когда начинают рассчитывать. Вот. И еще не забывайте, что при расчете, вот, непосредственно вот этого показателя, да, например, вот мы говорим о том, что у нас прошла акция по снижению цены. Промо по, там, цене. Ну, предположим, какая-то была значительная скидка. Вот. Соответственно, получается, что когда вы будете рассчитывать эффективность этой акции, вам также необходимо рассчитать и как затраты то, что вы отказались от части прибыли. Если вы, например, ну, выручки даже, прибыли, выручки, то есть если бы вы продавали по регулярной цене, то выручка была бы больше. Соответственно, когда вы даете скидку, вы теряете. Это ваши издержки. Вот. Они, может быть, как бы неявные, да, в таком прямом смысле, да, то есть что там связанное с промо-продвижением, но тем не менее это также ваше снижение, как бы, вашей выручки. Поэтому это также нужно учитывать, когда вы рассчитываете ROI. Вот. Ну, то есть очень такой показатель, который будет вам показывать разные акции в сравнении. Вот. И его учет позволяет вам, ну, как бы, точно оптимизировать затраты ваши. Ну, не знаю, мы видели там тоже в районе 30-40%, от 15 до 30-40% можно снижать затраты, если, ну, качественно отрабатывать, просматривать его, оценивать, делать это регулярно по всем акциям, еще разнесением, как мы там перед этим говорили, по клиентам и так дальше. Вот. Есть еще целая-целая там подборочка дополнительных KPI-ов по промо-продвижению, потому если кому-то там интересно, то там на последнем слайде будет контакт, и можно будет написать, мы вам вышли. Это не является там, ну, просто они здесь не попали. Это отдельная, как бы, тема, еще более подробная. Самый популярный именно этот показатель, на который я хотела бы обратить ваше внимание. Вот. Я упоминала, что в книге, в моей книге вы сможете что-то более подробно посмотреть. Вот очень подробно про прибыльность клиентов там с разными примерами можно посмотреть как раз в книге, как это рассчитывается на нескольких отраслях и так дальше. Прибыльность каналов также тоже детально, подробно рассматривается. Есть также там информация о том, в каких отчетах, как правильно отражать прибыльность, ну, чтобы это была полная картинка, итоговая картина. Поэтому вот эта книга на продаже в цифрах, планирование, мониторинг, контроль, и вот тоже, как бы, дополнительно можно посмотреть там вот эту информацию. Вот. Ну, собственно, как бы, на этом мы практически, как бы, с вами сейчас завершаем. Вот, смотрите, еще буквально несколько слов там про нас, как мы работаем, когда мы работаем как консультанты. Как правило, мы работаем с клиентами вот по трем таким направлениям, трем этапам. На первом этапе мы очень рекомендуем, чтобы был проведен сначала аудит, и были выявлены, как мы говорим, там, зоны роста. Причем зоны роста их важно определить в системе продаж. Мы сейчас с вами там проговорили, например, блок технологический, как работать с клиентом, эти клиентские стратегии, да, но очень важный блок там стратегический, стратегия продаж. В какие каналы мы продаем. Сколько сейчас, например, должно быть, какой процент должен проходить у вас через канал, там, региональные сети, а сколько там через маркетплейсы, например, да, ну и так дальше. Вот, то есть это вот стратегические моменты, которые тоже очень важны. Это часть системы продаж. Также частью системы продаж является система мотивации. То есть если мы даже придумаем прекрасную программу, и ведем вам CRM, и все остальное сделаем, но если люди не будут замотивированы, результата все равно не будет. Ну, это четвертая ножка этого стола, без которой он там не будет устойчивым. Вот, или там структура. Если она у нас, мы решили заниматься отслеживанием мерчендайзинга, но если у нас нет структуры, которая это делает, и там это между разными подразделениями непонятно у кого подчинено, то, соответственно, результат тоже не будет. Вот, поэтому как бы вот важно посмотреть все ключевые моменты, которые гарантируют, ну, благоприятное развитие, расширение объемов, там, увеличение маржи вашей и так дальше. Это можно сделать там во время аудита. Но иногда компании все равно приходят и говорят, что им там нужно что-то сразу, например, в заботу о коммерческой политике. Весь фотос правил по ценообразованию, бонусированию, там, с разными каналами, с разными представителями каналов, со всеми дополнительными, там, договорами и другими документами, да. Ну, либо там система мотивации, там, внутренний регламент, оперативно-аналитический контроль продаж, например, может быть, тоже сразу возник, так тоже может быть. Ну, либо он возникает на втором этапе. И есть еще третий этап работы, это сопровождение, то есть мы никогда наших клиентов не бросаем, и, соответственно, готовы буквально там в любое время дня и ночи, если возникают проблемы какие-то, помогать на этапе внедрения, потому что по факту при разработке проблем ни у кого не возникает, как правило, они возникают на этапах внедрения. Вот, и поэтому это тоже, здесь совершенно другая технология работы, мы входим в состав группы вашей внутренней, да, как бы уже в повседневной жизни, соответственно, за счет вот такого постоянного мониторинга и через встречи, и как бы через там другие формы, вот, мы имеем возможность при каких-то проблемах, либо там, когда пробуксовка ее, как бы это быстро эти вопросы решим. Ну, вот, собственно, как бы это то, что мне хотелось рассказать. Возможно, есть еще какие-то вопросы по второй части, по прибыльности клиента. Вот, я прошу их тогда сейчас обозначить по расчетам. Так, ну, пока как бы нету, но еще немножко мы, на самом деле, все равно подождем, может быть, есть какие-то вопросы. На самом деле, вот алгоритм расчета прибыльности клиентов – это одна из самых сложных, ну, ситуаций. Если даже у вас не возникает возможность сразу все просчитать, вот весь тот перечень, который я проговорила, он является, как бы, на самом деле, основным. Чаще всего в нем самые большие затраты лежат. Но если есть возможность выделить ключевые, хотя бы половину из них реально отследить, это уже там, ну, вот, как бы, правило Парет, оно все равно будет, сработает. То есть вы ключевые затраты сможете контролировать, это уже лучше, чем ничего, может быть, не распыляться сразу на все, потому что это сложно. Но, тем не менее, как бы имеет смысл там самых ключевых начать и понемногу там продвигаться дальше. Сложнее всего, наверное, там, не знаю, мне кажется, логистику, складскую логистику разносить, потому что то, что мы видели, очень часто меняется из года в год. То есть только предусматривают один алгоритм, потом проходит время, и компания меняет алгоритм разнесения затрат логистических. Так, ну что, смотрю, что, собственно, как бы, видимо, все понятно. Электронный вопрос только по электронной почте. Значит, электронная почта, она у нас есть, вот тут есть сайт, сайт UnitCon, и там прямо в колон-титулах, он на всех страницах представлен, наша почта, она очень простая, офис собачка.unitcon.ru, там есть везде, туда можно написать, и там вышлем дополнительную вот эту информацию, про которую я говорила, например, можно получить вот эти дополнительные KPI, и как они рассчитываются с формулами по трейд-промо-акциям. Ну, такие наиболее популярные, соответственно, с показателями, с рекомендуемыми показателями. Ну что ж, коллеги, рада, что как бы была сегодня с вами, что вы все эти цифры и все остальное, что, собственно, из наших проектов пришло, вы готовы были выслушать. Вот, надеюсь, что вам поможет это в условиях пандемии. Никому сейчас в ближайшее время, конечно, легко не будет. Я вот начала с того, что там про опрос наших клиентов рассказала, вроде бы самые благополучные отрасли, они тоже не на 100% благополучные сейчас. Вот, но я, собственно, как бы желаю вам, чтобы вот и этот период, чтобы мы тоже его с вами прошли, вот, и чтобы в результате у нас получилось все-таки нарастить продажи, сфокусировано на тех целевых клиентах, соответственно, там, целевом ассортименте, который даст вам возможность выйти на докризисные уровни. Вот. Желаю, как бы, вам успеха. Вопрос, значит, презентацию. Ну, насколько я в курсе, я думаю, что Елена сейчас подправит, она тут сопровождает вебинар. Вот, не рассылается презентация. Вот, поэтому, если там кому-то, опять же, интересно, ну, сделайте индивидуальный запрос мне. Я думаю, что там проблемы не будут, вышли. Вот. Ну, вот, собственно, как бы всем успеха. Большое всем спасибо. Всего доброго. До следующей встречи, так скажем. У нас следующая, кстати говоря, вебинар тоже на, с ритейли, 17-го числа по сравнению CRM-систем. То есть, так как вот у нас много партнеров, мы решили сделать сравнительный такой вот вебинар, этими данными поделиться. Разным клиентам мы рекомендуем разные, на самом деле, немного. То есть, в зависимости от того, что у вас и как. То есть, приходите тоже еще 17-го числа. Всем успехов. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok